Так хочется получать любимые продукты, не выходя из дома. И чтобы все как в ленте. И главное, в нужный момент. А если вам хочется, значит мы уже лентим. Лента онлайн. Лентим вовремя. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили и очередной Мукбанг, по которому я лично безумно просто соскучилась. Не знаю почему, но эти 5 дней в деревне я очень хотела снять для вас мукбанг. Возможно потому, что у меня был Wi-Fi и я смотрела чужие мукбанги. И когда я смотрю чужие мукбанги, это безумно меня мотивирует. Когда блогеры, например, рассуждают на какие-то темы. У меня сразу это закрадывается в голове, что мне тоже надо об этом поговорить. Например, мое мнение не схоже с мнением блогера, которого я смотрю. И мне бы хотелось, например, в своем мукбанге рассказать немножко по-другому. И вот это все закрадывается в голове. И я прям очень ждала свой приезд, и чтобы я вот так вот села снимать для вас мукбанг. Прям вдохновение распирала. Итак, что у нас на сегодня? Очень вкусная колбаска черкизовская. Колбаска и бигбонг. Идеальное просто сочетание. Здесь у нас очищенный грейпфрут. Многие почему-то в кадре думают, что это красная рыба. На самом деле нет. Я очень люблю грейпфрут, хотя когда впервые попробовала, думала, что за гадость. Также у нас здесь крылышки. Два небольших бутерброда сделала, потому что не помещалось. На самом деле я больше сделала, просто половину оставила маме, потому что не помещалось здесь. И мой любимый киндер молочный ломтик. Я обожаю с ним пить чай. Получается прям супер. И как назло, вот у меня появилось вдохновение. Огромное. Я думаю, вот приду каждый день, приеду точнее, каждый день буду снимать для вас мукбанки. И как назло, вчера вечером пошла погулять, а погода была просто ужасная. А я в капроновых колготках, в коротеньких шортиках. Хотя мы не особо гуляли, на самом деле, до заведения и обратно. Но я прям чувствовала, что я начинаю болеть. И вот сегодня утром проснулась и кашляю. Немножко у меня температура. Но я подумала, все равно мукбанк надо снять, потому что завтра я чувствую, что будет еще хуже. Горячее. В деревне в общей сложности мы были 4 дня. Несмотря на то, что там особо условий нету, все равно там какой-то свой вайб. Я люблю деревню. Но все-таки без бабушки это совершенно другая атмосфера. Особенно, когда я поднялась наверх, на второй этаж, в ее комнату. Резко стало так грустно. Ты понимаешь, что был человек и нет человека. С одной стороны, так грустно. Скоро, где-то через месяц, наверное, число, наверное, 15-го мы опять поедем в деревню. И папа тоже приедет. И будут поминки. До этих пор уже должны сделать надгробную плиту. Я почему-то думала, что это все вручную рисуется. На самом деле нет. Это отправляется в боку. И здесь, на каком-то аппарате, это все выгравировывается. И уже нужно установить этот камень надгробный. Посоветовались тете, какую лучшую фотографию установить. И у бабушки есть фотография, где она так немножко улыбается. Мы решили выбрать эту фотографию. Тетя тоже одобрила, сказала, да, классно, я за. Единственное, кто пострадал, это Твиксик. Я даже понятия не имела, что, оказывается, у котов тоже есть своя территория. И у них тоже как свои коалиции, или как это правильно назвать, я даже сама не знаю. Но, в общем, там на районе есть свои коты. И, в общем, когда они увидели Твикса, сначала никакой реакции не было. Вообще, сначала Твикс он немножко боялся. Потом, наоборот, ему настолько понравилась деревенская атмосфера, этот вайб. Что он вечером начал выходить куда-то на охоту. Наверное, за мышками гонялся. Но он у нас кастрированный, поэтому я не думаю, что он за кошечками бегал. И, в общем, однажды вечером я вижу, что Твикс бежит ко мне. И за ним пять котов. Увидев меня, естественно, коты поменяли траекторию и не стали уже бегать за дурачком. Дурачок залез мне под машину. Пять котов. Меньше размером, чем он. Оказывается, они его избили. У него вот лапка правая. Вот эти мягкие подушечки. На одном из этих подушечек царапина. Прям глубокая очень царапина. Мне кажется, скорее всего, он вот так вот шипел. Обычно Твикс, когда шипит, он вот так делает лапки. Вот так. И, скорее всего, его кто-то вот так вот цапнул. И еще в области бедра у него там рана. Но такая не сильная, не глубокая. Но он прям хромал. Вот так. Но это все фигня. У него появилась психологическая травма. Он потом два дня вообще из дома не выходил. То есть вот эта вот комната, где теплая печка. И все. И вот я прям чувствовала. Возможно, вам покажется, что я утрирую. Но нет. Он, например, лежит на кровати. И он слышит какие-то мяукань. И он резко так боялся и под кровать залазил. Он боялся, что эта компашка опять придет его избивать. А эта компашка на самом деле действительно хотела его еще побить. То есть в тот раз нормально побить не получилось. Потому что я вышла и ему удалось укрыться. Два кота сидели у меня под окном. И прям мяукали. Ладно, у меня была девочка. То есть у меня была бы кошка. Я бы поняла. Коты всегда мяукают. Там находят кошку. Ее зазывают и так далее. Зачем им мой кастрированный кот? Короче, сидим мы с Твиксом. Где-то час ночи в этой комнате, где печка. И два кота под окном начинают такие. У Твикса глаза по 5 рублей. Типа мама, спаси меня. А мама сама боится. Боится не в том плане, что этих котов я боюсь. Ну, как-то ночь. Мало ли что. В общем, они конкретно его зазывали, что мы тебя плохо избили. Давай сейчас хорошенько. А он пипец как испугался. Он до сих пор хромает. Вот я его искупать хочу. Но я понимаю, что он бедный в ранах. Возможно, если бы Твикс был бы один на один с каким-то котом, он бы дал отпор. Потому что там коты совсем маленькие. Какие-то мини-версии. Хотя, навряд ли. Дело, наверное, не только в размере. Кого я обманываю? Наш Твикс, он вообще тот еще очкошник. Он всех боится. И вы не представляете, когда я его в переноску засовывала, что мы уезжаем в город. Он как будто понял. Я как только открыла переноску, он сразу залез туда. Он так был рад тому, что мы уезжаем. То есть, раны, они заживут. Но психологическая травма. Я не знаю, что они не взлюбили моего кота. Наверное, у них тоже там своя территория. Хотя у нас в деревенском доме никто не живет. Но коты такие. Как будто зоны прямиком. А этот в два раза больше их. Боится, как я не знаю кто. Я сидела в машине, разговаривала по телефону где-то около часа. А Твикс сидел на окне. А машина во дворе. То есть, я вижу лобовое стекло Твикса, который сидит на окне. Он сидит, вроде особо не переживает. И резко пробегают три кота с такими звуками. И как только он видит этих котов, он быстро убегает и под кровать. Я не знаю, он их узнал или просто уже боится других сородичей. А я сейчас, наоборот, думала, хорошо, если Твикс я возьму деревню. У него все-таки здесь общения нет. Он тоже нуждается в общении. Естественно, я с ним пытаюсь, я общаюсь, конечно, с ним. Но все-таки ему нужно общение с сородичами. Но, как я понимаю, общение не сложилось. От слова совсем. В прошлый раз, когда я брала с собой Твикса, он был зашукан и в основном в одной комнате. Но в этот раз он прям по трубам бегал. Там, не знаю, всю местность осматривал. Постоянно во дворе. Но после этого инцидента он уже понял, что это все не нужно. Так что, вот такие дела. Какая вкусная колбаска. Очень вкусная. Доехали мы уже обратно. Отлично. Никаких штрафов я уже не нахваталась. Я просто смотрела на знаки. А в навигаторе, кстати, там не написано, какая скорость у этой дороги. И мне не пришло ни одного штрафа. Это, конечно, очень хорошо. Очень меня обрадовало. Как приехала, сразу заплатила все. Нет, ничего. Это тоже урок. В следующий раз буду внимательно смотреть на дорожные знаки. Я обычно всегда смотрю на самом деле. Просто я не учла радары. Я почему-то думала, что это скоростная трасса. И всю жизнь папа по этой трассе ехал под 120. Но я думала, если я еду под сотку, то стопудово не под один радар я не попаду. А оказывается, там знаки поменяли. и теперь там разрешенная скорость 90. Короче, надо быть аккуратнее. Я сначала, конечно, очень расстроилась, но потом я как-то к этому подошла более так, философски. Такая длинная дорога. Абсолютно одна. Из города выехала абсолютно одна. Без никаких приключений. не разбила машину, не поцарапала. Ну, штраф ей бог с ним. Заплачу. Зато я теперь поняла, сколько мне нужно денег, чтобы поехать в деревню и обратно. Я заправила, получается, полный бак, поехала, вернулась и посмотрела, сколько у меня осталось. То есть туда и обратно у меня получается полбака. Это 30 литров. Туда и обратно. То есть это намного меньше, чем у моего брата. Но у него джип, понятное дело. Мотор помощнее. Но меня устраивает то, что она не сильно много жрет. Даже не то, что не сильно много, мало жрет. Учитывая габариты Малибу, мотор у него маленький. И получается очень экономично куда-то поехать, приехать. И все-таки это комфортно. На своей машине поехала. Твикс у нас там сзади где-то. Вы наверняка влог уже видели, как я парковалась. Ой, парковалась. Заезжала во двор. Это, конечно, вообще трэш был. Это первый раз. Но потом я где-то в течение этого периода каждый день заезжала и выезжала во двор. То в супермаркет надо было, то мы на поле съездили, то заказать надгромные камни в Хачмаз ехали. Вот и каждый раз я заезжала-выезжала уже без происшествий. Даже мамы рядом не было, я уже сама. То есть самое главное увидеть свои ошибки и учесть их в дальнейшем. все съела. Здесь только водичка осталась. Клубаска. У меня вроде не такой уж прям аппетит сейчас был. Но все настолько вкусно. Я даже думаю, когда приедет папа, можно сделать шашлыки. Мы даже и в этот раз хотели сделать шашлыки, но у нас нету мангала. Можно, конечно, на кирпичах, но лучше съездить и купить мангал один раз, чтобы каждый раз это все нормально выглядело. на самом деле мы планировали остаться подольше. Смотрите, какая у меня конструкция здесь. Я вам покажу. Два скотча, чтобы это стояло вот так красиво. Давайте еще один крылышек. Как же остро. Я не могу. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду очень признательна, если вы поставите лайк и подпишитесь. С вами Блайк Эмили. Пока.